Доброе утро, дорогие друзья! Четверг, недельная глава Балак. Вы знаете, на этих днях вот намного больше начался опять новый виток коронавирусным. Очень много опять заболевших, очень много проблем. Мы с вами говорили об этом. Человечество отнеслось к коронавирусу как к очередной эпидемии. Там птичьего гриппа или еще чего-то. Они решили, что сейчас мы проскочили это и все, можно спокойно идти вперед. Но очевидно, урок не выучен. Мы уже говорили, что любое бедствие касалось только какой-то части света. Даже Вторая мировая война не коснулась некоторых континентов. Вирус этот задел всех. Это означало только одно, это сверху от Бога и надо относиться к этому серьезно. Очевидно, урок был вообще не выучен. Все решили, что вот прошло и вот он начинает возвращаться. Дельта, Мельта, там разные штампы. Но дело же не в штампах. Дело в том, что раз урок не выручен, значит очевидно, мы что-то не сделали того, что Бог от нас хотел. И поэтому опять вынуждены пройти эту всю историю. То, что во время главы Балак начался вот сейчас этот особый пик всплеска, дает нам, правда, некоторую надежду. Потому что сама глава Балак дает надежду. Надежду в том, что какие-то с неба немножечко нам более, может быть, ласково улыбнуться. Но опять-таки нам надо что-то делать. Дело в том, что просто только сначала кажется, что обманув и урвав что-то у Бога, можно что-то заработать и засунуть в карман. Так не бывает. Когда мы идем против воли неба, мы обязательно получим отрицательный результат. Нельзя давать себя сбить в толку. Вы знаете, сказали вот мудрецы, сатана обожает ходить по земле, спрятав руки в карманах. И никто не знает, что он в них держит. Он подходит к каждому и спрашивает, а как ты думаешь, что у меня в руках? И каждый думает, что там спрятано именно то, о чем он мечтает больше всего. И следует за лукавым. А затем в конце тот разжимает кулак, а там пустота. Надо об этом подумать. Когда через 120 лет человек придет в следующий мир, он увидит, что этот мир был миром невероятной справедливости. Нет ничего, что могло укрыться сверху. За все плохое придется отвечать. За хорошее будет награда. Но это немножко не так, как вот дали конфетку или там за хорошее, или там по голове за плохое. Это все значительно глубже. Я пытаюсь такими простыми вещами говорить. Но именно в нашей главе есть уникальное разъяснение. Возможно, некоторые ответы кроются в словах наших мудрецов. Заслугу жертв, принесенных балаком, он удостоился того, что с него произошла руд, а внуком ее стал царь Шлома, принесший тысячу всесожжений. Это же потрясающе совершенно. Это показывает нам уникальную вещь. Ни одного доброго поступка не бывает впустую. Ни одной хорошей вещи не бывает впустую. Каждое действие приносит плоды. Даже спустя может быть поколение. Но давайте задумаемся. Балак принес жертвы с порочными намерениями, желая слонить Творца против его народа. Он пытался заставить Бога действовать против своей воли. Это была попытка уничтожить народ, погубить миллионы. И сами жертвы приносились, так сказать, мягко говоря, не с очень хорошими намерениями. И тем не менее, в его поступке была некая добрая искра. И она не пропала. Она сохранилась на поколении и пробудилась через 500 лет. И осталась навечно, поскольку и царь Маше будет потомком Шлова. Понимаете, какую колоссальную надежду дарит нам эта история. Даже хороший поступок, сделанный с плохими намерениями. Даже хороший поступок с какими-то мыслями. Он принес колоссальный результат. И нам специально, как самый крайний вид показывают условного Балака. И что даже его положительные действия принесли к такому результату. Конечно, можно было описать, как от хорошего там Абрама Семеновича произошло все это. Но это не так. Бог показывает нам очень сложную картину мира. Но при этом говорит на этой недельной главе. Делай добро. И никогда не бойся о том, что оно пропадет. Еще раз говорю. Колоссальную надежду дарит нам эта недельная глава. Мы должны работать над своей дорогой в жизни. Эта работа очень простая. Постепенно, каждый день добавляем еще поступочек. Еще усилия. Еще усилия. И так поднимается человек. Поднимается к тому, что от него хочет Творец мира. Дорогие друзья, брахавы от слаха. Всего самого-самого лучшего. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...